В Ульяновской области объявлена неделя национального проекта «Экология». Регион участвует в пяти федеральных программах нацпроекта. Старт недели был объявлен на штабе по комплексному развитию региона. Штабы во время пандемии и коронавирус проходят в усеченном формате. Число участников заседания ограничено. Мешался коронавирус в проведении тематической недели. Не все из запланированных мероприятий пройдут. Но на выполнение самого национального проекта ситуация не должна повлиять. Одно из направлений нацпроекта связано с утилизацией и переработкой твердых коммунальных отходов. Сегодня на площадке правительства мы презентуем технологический грунт, который получен региональным оператором первой зоны в связи с запуском технологического процесса компостирования. Региональный оператор первой зоны – это один, наверное, из немногих операторов Российской Федерации, который перешел на стопроцентную обработку и утилизацию органических отходов и хвостов. Губернатору Сергею Морозову была представлена технология, которая позволит сделать область намного чище. Чистить будут и реки, в частности, в Инзинском районе. А на главную реку области выделено 5 миллиардов рублей. По итогам выполнения нацпроекта объем загрязненных сточных вод в Волгу должен уменьшиться к 2024 году в три раза. А обеспеченность жителей качественной питьевой водой должна превысить 97%. Мы приняли решение о строительстве нового водозабора Архангельского. Это артезианские скважины высокого качества воды. Приняли решение, такие проекты у нас уже есть по строительству водовода с этого Архангельского забора до поселка Октябрьский. С последующим проектированием сетей как по Октябрьскому, так и по Мирному, колхозной. И строительство водовода до Чердаклова. До конца этого года должно завершиться строительство новых очистных сооружений в Ново-Ульяновске. В планах строительства и реконструкции станции очистки на правом и левом берегу областного центра, в Рыше, Инзе и Димитровграде. Егор Ситов, Руслан Баталов. Новости Управды ТВ.